Приветствую YouTube, приветствую зрителей моего канала. Сегодня я хотел бы показать вам один очень старый фокус с картами. Как говорится, новое это хорошо забытое старое. Как-то я уже говорил это в одном из своих обзоров. Фокус достаточно простой, но уверяю вас, что для неподготовленного зрителя это будет приятной неожиданностью и производит достаточно сильное впечатление. Для того, чтобы этот фокус сделать, вам понадобится только колода карт. Я имею в виду, что здесь не требуется никакой-то специальной тренировки, никакой-то ловкости рук. Просто нужно знать ноу-хау. Скорее всего, что я не буду давать объяснение этому фокусу. Ответ будет лежать как бы на поверхности. Если немножко напрячься, то можно будет легко догадаться, как это делается. Но еще раз повторяю, если человек не подготовлен, как бы не хочет особо думать и напрягаться, фокус оставляет очень сильное, мощное, неизгладимое впечатление. Еще бы, что бы хотел сказать. Единственное, последнее перед тем, как фокус сделать. Для того, чтобы этот фокус проводить, необходимо иметь хотя бы одного зрителя. Лучше бы это было несколько человек, но хотя бы один зритель должен быть. К большому сожалению, мне сейчас придется функцию зрителя выполнять, взять на себя. И в процессе показа этого фокуса, я буду эту работу, не тяжелую, выполнять за вас. Ну давайте, вот мы сейчас карты перетасуем. Еще раз хочу сказать, что я не катала. Я не профессиональный игрок в карты. Я знаю, конечно, что карты можно кропить. Но как это делается, я понятия не имею. Не знаю, как это делается. И карты абсолютно новые, свежие, не кропленые. Никогда этим не занимался. Ну вот, значит, карты просто в произвольном порядке разбрасываются вот так вот по столу. Ну, как хотите это делать, можно их много. Ну, так вот все по одной. Вот и сколько рубашечками кверху. Ну, вот так. Далее. Я прошу зрителя дать мне из этой колоды, ну, к примеру, четверку треф. Вы можете показать на любую из этих карт. Я даже не знаю, чтобы вы, так сказать, мне доверяли. Ну, любую из них. Хотите эту, хотите эту, хотите эту. Ну, какую хотите. Ну, давайте, пускай это будет вот эта карта. Вот четверочку треф вы мне даете. Далее мы мне четверочку треф. Хорошо? Запоминайте, пожалуйста. Ну, кто не запомнит, просто видео сначала посмотрите, и все, оно не будет очень большим. Итак, четверку треф я вас попросил. Далее прошу вас дать мне бубнового туза. Ну, я не знаю. Это, это любая карта. Я хотел тут что-то бросать, какую-то бумажку, на какую упадет. Ну, не надо, зачем? Я думаю, что мне дают. Ну, пускай будет вот эта карта. Итак, бубновый туз. Далее я прошу вас дать мне семерку бубей. Ну, пускай она будет где-то вот тут вот. Вот оттуда мы ее достаем. Ну, и, наверное, еще одну карту я попрошу вас дать мне. Это будет дама червей. Дама червей. Ну, давайте откопаем ее где-нибудь. Ну, пускай вот это будет дама червей. Вот мне дамы дали червей. И одну карту. Я уж думаю, что вы мне разрешите это сделать. Валет червей я возьму сам. Валет червей я доберу сам. Из этой вот колоды. Так. Задачка-то непростая. Давай-давай. Вот этот. Ну, и все. Вот весь фокус. Ну, давайте я вам сейчас покажу, что у меня в руках. Смотрите внимательно. Запомнили? Если не запомнили, посмотрите видео сначала. Четверочка треф. Туз бубей. Семерка бубей. Дама червей. Валет червей. Однако вы очень здорово показываете. Все, что я вам называю, вы мне прекрасно показываете. Как это у вас получается, одному богу известно. Вот такой простой фокус. Он очень простой. Но еще раз говорю, если человек не подготовлен, это кажется чем-то фантастическим. Но я думаю, что вы легко найдете ответ, поэтому на сей раз я не буду давать объяснения. Тому фокусу он очень простой. Я благодарю вас за внимание. Всем всего доброго. Подписывайтесь на канал. ��. Продолжение следует...